Всем привет, друзья-товарищи! Канал Покемоша Лайф и новая модель легендарного тепловоза от компании Могимио. Да, дождались, ТЭП-60 собственной персоной. Не секрет, что в мире тепловозников серия ТЭП-60 имеет авторитет не меньший, чем ЧС-4Т у нас. Вот так-то, дружок. А тут еще Мартин подсуетился. Это? Это игрушка. Как чувствовал, понимаешь. Поэтому появление нашего героя в 87-м масштабе мы встречаем с глубоким моральным удовлетворением. Даже пока еще не наблюдая ОМИ за отсутствием такового. Коробочка, где ты? А она тут как тут? Та-рам! Та-рам! И вот она, кубышка от Могимио. Где, по легенде, и должен находиться не менее легендарный тепловоз серии ТЭП-60. Пришло время откупорить кубышку. Ну-с, приступим. Так, фирменная упаковка. Сюда. Ой, там спойлер. Нет, мы не смотрите пока. Вот так вот. Так, ну тут коробочка. Вот там, видите, упаковки всякие на ней. И вот он. Вот так вот. Блин, все равно видно. Короче, вот так. Нифига себе! ТЭП-60! Офигеть! Классно! Вот журнал. Все как... Короче, отпукориваем. Ну, ребята, долго ли, коротко ли? А вот что у нас получилось. Печатная продукция и сам гвоздь программы. Извлечем его. А печатную продукцию пока вот сюда. Вот такой прекрасный блистер ТЭП-60. Наши поезда Мадимилу. И уже, видите, номер 7. Блин, уже седьмую машину они делают. Поехали! Так, первый осмотр модели. Слушайте, ну, по-моему, вообще великолепно. Офигеть! ТЭП-60, ребята! Вон там я вижу кабины, оборудование. Но не будем спойлерить. Давайте, как обычно, по традиции, сначала начнем осмотр с опечатной продукции. Вот он, кормилец. Не терпится поскорее посмотреть, что там внутри. Но сначала картинка. Итак, номер 7. Наши поезда ТЭП-60 Мадимилу и рисунок. Три раздела. Коломенские тепловозы. Роскошь. Дизайн и подвесное ведро. Ярославская история. Это фотография тепловоза в Питерском музее ТЭП-60. Довольно неудачное расположение тепловоза. Сфотографировать его полноценно очень сложно. В этом удивительно красивом локомотиве плавилась эпоха творения и энтузиазма. Подтверждаю. Коломенские тепловозы. Но это уже не самые родные машины. Первый советский серийный тепловоз спроектированный специально как пассажирский. Видите? А привод позаимствован у французских локомотивостроителей. О, здесь уже машина. Немножко уставшая. 264-я. Два почтовых бумажных. А дальше он плацкарты. Представьте, сейчас бы такую картину увидеть. А здесь, как обычно, технические характеристики и все такое. Вон тоже с плацкартами. Вон, походу, купейхи. Технические характеристики, масса тара. И вот она, кабина. Но здесь более позднее машина. На ранних контроллерах кочерга торчал вот отсюда. А на более поздних уже встал в виде штурвала. Кресло из серии, я вас умоляю. Предшественники тепловоз Т-50. Последователи тепловоз Т-70. Прародителем Т-60 можно назвать опытную машину Т-50. Т-60, которая, кроме всего прочего, заимела V-образный дизель 10D-45. Прототип дизеля нашего героя. Типа 11D-45. Вот она, очередная работа для галереи Т-60 349. Это вот, видите, то же самое, что и здесь. Не знаю, что это за вокзал. Напишите, если кто знает, что это за вокзал. Видишь, тут дачники какие-то собрались. Это, наверное, пригородный поезд. Вот такая открытка в форме, со следами эксплуатации, как бы. По-моему, открытка даже красивее, чем большая картинка. Но, впрочем, на любителя. Как мы уже говорили, эти открытки вполне себе работоспособные. Приклеиваете марку и отправляете. Да, Т-60 сила. Роскошь дизайна и подвесное ведро. Слушай, все фотографии такие интересные. Т-60 336 выпущенный к столетию Коломенского завода. Видишь, какой-то тянет кто-то за рулем. Прозвище ТЭП-60. Это тоже традиционная вставка. И третий раздел журнала по традиции про какой-то вокзал. Здесь уже вокзал Ярославль-Главный. Еще на лошадях ездили. А здесь вангуем заметка от товарища Вульфова. Точно, Алексей Вульфов. Москва, Сергеев, Посад, путешествие по линии. Легендарные грузовики СССР. Да, тоже прекрасная серия. Вот какая машинка. АЦМ-450. Топливный магнат. Ну, как магнит, только магнат. Прикольная моделька. И, наконец, спойлер того, что будет в номере восемь. Т-1. Прародитель всех последующих. Т-2, Т-3 и так далее. Стоит одна машина в музее в Санкт-Петербурге. А многие о нем вообще не знают. Так что будем ждать эту прекрасную модель. Ну и вот, видишь, собери всю коллекцию. Пятьдесят выпусков. Истории. Правильный масштаб. Подписка на журнал. С бесплатной доставкой. Рельсы со скидкой. Что-то вроде там с десятым номером должен быть еще подстаканник. И сама стоимость подписки будет дешевле. Самое время приступить к осмотру легенды. Блин, как же классно. У нас в руках тепловоз ТЭП-60. В лучах заходящего солнца. Начнем осмотр тепловоза. И как обычно, по традиции, с крыши. Чопа-Инфе. Первым на очереди прожектор. Прожектор на ТЭП-60 весьма изящен. И инсталлирован в саму крышу. В отличие от тепловозов ТЭП-2. Где прожектор был отдельной деталью. И стоял вот примерно таким образом. Прожектор имеет отдельное стеклышко. И вот даже, видите, имитация лампочки. Плюс такая вот окантовка хромированная. Тифон. Тифон отдельной деталью. Пожалуй, стоит сюда капнуть черной краски. Сымитировать глубину. Сама крыша на ТЭП-60 весьма своеобразна. Имеет много ребер жесткости. Для увеличения прочности крыши. Дальше. Мы имеем вот такие люки. Которые открывают доступ свежему воздуху. Машинное отделение. Если моделист хочет сделать небольшой апгрейд тепловозу. Люки можно клеить специальной самоклеящейся серебристой пленкой. Будет более реалистично. Сымитированы различные элементы. И сами выпускные трубы. Сюда тоже можно капнуть черной красочки. Первые ТЭП-60 испытывались вместе с красавцем ТЭП-50. Для сравнения, вместе с ними в испытаниях участвовали и серийный ТЭП-10, и даже французский электровоз ФП. И вот секции холодильника. На тепловозах ТЭП-60 уже тогда был применен водомасляный теплообменник. То есть масло охлаждалось не воздухом, а водой. А в этих секциях, в свою очередь, охлаждалась только вода. Сымитированы лесенки, по которым обслуживающий персонал мог ходить. И боковые жалюзи в холодильниках. Пожалуй, если наклеить сюда зеркальную пленку, будет вообще офигеть, какая классная крыша. Переходим к кузову тепловоза. Как ни странно, первым делом бросаются в глаза вот такие значки Коломенского завода. Такие штуки применялись еще и на паровозах П-36. А также из элементов декора присутствуют гербы. Тепловоз ТЭП-60 – один из самых красивых тепловозов Советского Союза. Причем первая пассажирская машина, которая была способна работать со скоростями до 160 км в час. Мы имеем виду тепловозы. И вот такая элегантная кабина. Стекла нашего героя были не простые, а пластмассовые, толщиной до 12 мм. Со временем они мутнели, ухудшался обзор, но прочность последних оставалась на высоте. Оригинальные формы передка позволили весьма безболезненно переделать ТЭП-60 в два ТЭП-60, смонтировав межсекционный проход аккурат по среднему окну. Однако двойные «шестидесятки» были не лучшим решением, в том числе по соображениям обслуживания тепловозов на канаве. Стекла кабина машиниста. Вот такие гнутые с уплотнителями. Дворники, конечно же, звезда. Выполнены одной деталью. А вот поручни, ребята, на этом тепловозе, выполнены отдельной деталью и вклеены в кузов. Представляете? Имеется вот такой фирменный знак коломенского завода. И буферные фонари, белые и красные. Смотрите, номерная табличка, она же откидывается. Для обслуживания и замены лампочек предусмотрены такие петли. И вот здесь эти петли сымитированы. Офигеть, как классно. ТЭП-60 дважды ставил рекорды скорости среди тепловозов. Сначала в 1961 году 160 км в час, а затем в 1963-м целых 193 км. Путь очиститель на ТЭП-60 это отдельное произведение искусства. Сначала вертикально вниз, потом под наклоном сюда. И дальше еще, вот видите, вот такие, понимаешь ли, металлические прутки. Из пути очистителя выходит автосцепка, выходят три рукава, тормозная, питательная и, видимо, импульсная магистраль. И еще расцепной рычаг автосцепки. Сама автосцепка такая же, как и на всех других моделях Мадимева. Интересно, она двигается или нет на этом тепловозе? Нет, в отличие от ТЭП-10, она здесь закреплена жестко. Да, да, вот видно, что закреплена жестко, она не двигается. Нам кажется, автосцепку можно перекрасить в черный. И самерка можно перекрасить в черный. Так будет более реалистично. Сымитирована, смотрите, клеммная коробка ЭПТ. Одной детали с путиочистителем, но сделана очень классно, мастерски. Вон даже трубочка, где проходят провода. И вот эта клеммная коробка. Несомненно, ряд технических решений французских инженеров вобрал в себя и ТЭП-60, в числе которых тяговый привод и даже элегантные формы машины. Пожалуй, по экстерьеру его можно сравнить с ЧС-4, с поправкой на солярку. Сбоку на тепловозах много всевозможных жалюзей, фильтров и так далее. И вот они все здесь сымитированы, включая секции холодильника. Также отдельные детали выполнены по ручне кабины машиниста. Сымитированы ручки, даже покрашенные, смотрите, с серебряной очкой. Ну и здесь возможные выштамповки. Наверное, с первой кабины ехать было комфортнее, чем с второй. Потому что здесь всякие механизмусы. Привод вентиляторов холодильника. И, по всей видимости, здесь было более шумно. В этот раз Мадимео также большое внимание уделило интерьеру кабины. Можно видеть сидухи, контроллер машиниста и даже пульт управления машиниста и столик помощника. И смотрите, присутствует некая имитация машинного отделения. Вон там некий серый короб, который олицетворяет собой, ну скажем так, дизель 11D45. Турбированный дизель 11D45 мощностью 3К лошадей по многим параметрам не уступал лучшим иностранным дизелям. Однако он имел недостатки, в числе которых повышенный расход топлива и пипец какой жор масла. Да куча почва под деповскими путями. Там, где стояли шестидесятки, была промаслена так, что мама дорогая. Сразу давайте посмотрим топливный бак. Вот тут вырез предусмотрен. Здесь заливная горловина. Указатель уровня топлива. Топливомерное стекло, разделенное даже на секции. Офигеть. Здесь вот смотрите, вот эти лючки для аккумуляторных батарей. Как мы понимаем, и дальше внутри уже сам топливный бак. Тяговый привод тепловоза ТЭП-60 был создан по мотивам привода Альстом. То есть этот тепловоз имел уже опоры на равные подвешивания тяговых двигателей. Сами колесные пары на ТЭП-60 тоже весьма своеобразны. Пандаж окрашен такой серебряночкой, очень реалистично. А колесный центр черный. Если приглядеться, то видно на колесном центре вот такие так называемые тяги. Там вставляется такая траверса, и с помощью пальцев вот эти тяги крепятся к самому колесному центру. Вот их видно. Вот одна тяга, видите? Вот здесь вот тяги, вот здесь вот тяги. Не, ну просто классно. Сами тележки разборные. Вот такие вот два саморезика на крестовую отвертку. Вот такие сложные пружинные комплекты. Вот один, понимаешь ли, одна ступень, тут вторая ступень. Всевозможные вот тут упоры показаны. Тормозные цилиндры с одной и с другой стороны. Буксовые узлы. Также на тепловозе сымитированы приемные катушки Айл-Савен. И по итогу мы получаем вот такую прекрасную модель. Пластиковый кузов и металлическая рама. Она довольно-таки тяжелая. Трагически закончил свой путь два ТЭП-60-0065. Попав в крушение с грузовым поездом, ведомым два М62 на разъезде под Сосинка в марте 1992 года. А давайте сравним между собой тепловозы ТЭП-10 и ТЭП-60. Внешне, как по нам, оба аппарата по-настоящему привлекательны. И хоть ТЭП-60 выглядит изящнее, тем не менее в чертах ТЭП-10 также прослеживается стиль с большой буквы. Шестидесятое – время инженеров и промышленных дизайнеров. Кстати, во многом эти машины вовсе не конкуренты, но аппараты, дополнявшие друг друга. Помните, мы говорили, что каждый делает общее дело? Ты по-своему, а я по-своему. О, точно. Так и тут ТЭП-10 предназначен для вождения более тяжелых поездов с меньшими скоростями, но более частыми остановками. А ТЭП-60 для более легких поездов с малым количеством остановок и повышенными скоростями. Тем не менее, по комфорту для бригады и по удобству для ремонтников, десятка явно плетется в аутсайдерах. Что делать? Тяжкое наследие царского режима и все такое. А какая из моделей кажется круче вам? И почему? Напишите, пожалуйста. Друзья, товарищи, вот мы и познакомились с моделью уважаемого тепловоза ТЭП-60. Конечно, клевая и вообще машина зачетная. Располагая несколькими ТЭП-60 и еще ТЭП-10, запросто можно запилить макет тепловозного депо. Правда, потребуется много масла, которым придется обильно полить прилегающие территории, то бишь макет. Для этой цели вполне сгодится Аннушка, любительница разливать технические жидкости куда попало. Привет Михаилу Афанасьевичу. Мы благодарим всех, кто досмотрел ролик. Не забудьте оценить его и проверить подписку на канал. Еще раз всем спасибо, всем удачи и до новых видео.